Вы интересовались нашей работой, но мы действительно, часть вашей работы была выстроена в ваших материалах, и мы их сотрудничаем с сотрудниками вашего музея, поэтому стараюсь вот самые-таки интересные моменты представить. Значит, вот название нашего проекта, как вы, мы, на экологической истории, только введены в основном, в основном, в создании текста. Сначала несколько слов вообще о идее создания этого проекта. В 2008 году в главном проекте ГНФ по комплексному изучению восточно-славянских народов в ходе полевой экспедиции Васильевский район была обнаружена вот такая вот тетрадь. Это школьная тетрадь, вот с бобой на обложке, написано более родным. Вообще-то прямо на непосредственное обнаружение, это моя студентка, которая работала по гранту. И первое, мы открываем первую страницу, и там написано, пишу вам мои родные, чужим нет секрета. О семейной истории нашей, о семейных делах и истории нашей этой. Это вам история, пусть их глаза пыль, я же вам родные, излагаю пыль. И дальше на 12 странице вот этой школьной тетради история семьи украинских эссеренцев, которые были основателями украинской деревни Чесноки в Асиновском районе. Да, то есть вот от того момента, в 70-х годах, исчезла. И вот эту тетрадь обнаружили. То есть она хранилась в доме племянницы. То есть вот, ну в тот момент, как бы меня и моих коллег интересовали немножко другие аспекты, я написала одну статью, и это как бы вот все. Но вот сама идея, копию у меня осталось этой тетради, но вот сама идея, что оказывается, вот те маленькие люди, которые вот редко что-то о себе, о своей семье пишут, что на них тоже пишут, и есть эти материалы, и они зачастую нам недоступны. То есть они хранятся в доме, они хранятся в районном архиве, то есть в музее муниципальном, на котором мы просто не доезжаем. Через несколько лет в Первомайском музее была обнаружена, то есть я тоже в этом работаю с полхозяйственной книги, а мне сотрудница приносит так называемую автобиографическую полис, то есть местная жительница, заслуженная зоотехника района, она написала автобиографическую полис. Там не было никаких формальностей. То есть она писала о том, как ее родители, как она родилась на ломолитских хуторах, как ее родители занимались тем-то, тем-то, тем-то. Это было, по сути, этнографическое вот такое повествование. И вот постепенно, вот в течение, получается, почти десяти лет, как-то какие-то находились тексты, и вот в 15-м году мы с Балином Васильевым подошли к идеям оформления заявок по ФФЛ. Есть еще один момент, который окончательно заползли к нас тому, что заниматься этой темой нужно, и на историках лежит, ну это, наверное, громкое слово, миссия, но тем не менее это так и есть, сохранности вот подобных текстов. Дело в том, что когда мы решили оформлять заявку, я потеряла дома вот эту копию этой тетради. Ну вот нет, все было абсолютно просмотрено, и тетради не было. Но я знала родственников семьи, где она хранилась, и я к ним обратилась. И оказалось, что за это время бабушка, то есть в доме которой была эта тетрадка умерла, квартиру они продали, и эту тетрадку, о которой знала вся семья, они потеряли. И вот в тот момент, вот, когда вот понимаешь, что был такой уникальный исторический документ, который можно было сохранить, и он, по сути, не проанализирован, вот тогда я взялась еще раз пересматривать все дома, и я ее нашла, и вот окончательно идея о том, что вот этим нужно заниматься, это нужно искать, этого мало, но к этому нужно очень трепетно относиться, она созрела. Мы подали заявку по ФФЕ, наш проект поддержали, он двухгодичный, вот сейчас нам продлили, вот таких, теперь окрадких итогов, что уже было сделано в 2018 году, то есть вот за прошедший год. Мы выявили 21 текст. Игорь Васильевич сейчас покажет полный список, то есть вот он, кого заинтересует, то есть он представлен, то есть все тексты, они относятся к Томской области, из них 21, из 21 текста 4 не опубликованы, на 17 опубликованы. То есть, повторяю, что мы берем там персональные тексты, то есть воспоминаем написанные лично людьми, то есть мы не берем интервью, то есть мы не берем крыльеведческие работы, это только собственные творения, от начала и до конца. Мы брали, решили брать любые тексты, которые будут относиться там к 20 веку, то есть по времени создания, то есть так получилось, что это одна из проблем, которая всплывает, то есть точные датировки не всегда удаются получить, несмотря на то, что текст создается самим автором, то есть не всегда они проставляют дату. Даже речь идет о опубликованных, об опубликованных работах. Допустим, есть очень интересная работа, биографическая повесть по деревне Умолинск, Мария Алины Внуки, издана в 2003 году, но внутри, то есть когда открываешь, то написано, что работа была написана в 1993 году. И вот получается, что вот из 21 текста, то есть только по 13 удалось обнаружить точно датировку. То есть все остальное по каким-то косвенным, то есть где-то мы прямо работали с текстом, как я упомянула, самый первый, который подтолкнул нас к созданию проекта, у родственников ничего не удалось выяснить, то есть и мы вот по тем маркерам, которые, да, то есть когда он учился, что деревня уже исчезла, то есть вот, а теперь мы старались старыми, да, то есть мы как бы вычинили, что примерно к какому приему можно относиться. В целом получается, что вот первое, ну, воспоминание персонального текста, будем говорить, относится к 80-м годам, то есть вот есть конкретные примеры, то есть Юбина, допустим, это воспоминание, то есть не опубликованное, он их написал вот к 90-м годам, то есть тоже ряд работ, но в целом получается, что вот 2000-е, 2010-е годы стали периодом, ну, наибольшего, да, то есть в советское время писали меньше, то есть оставляли меньше об этом. То, что касается места хранения, поскольку речь идет о том, что часть, это опубликованный текст, основная часть опубликованной текста, то есть зачастую они попадают все-таки в районные городские библиотеки, но в редком случае попадают в областную, ну, то есть, допустим, хуже из библиотеки, то есть далеко не все. Были случаи, когда опубликованные хранятся только в личной библиотеке родственников, с ними связаны какие-то невероятные истории, это вот работа Селевича, о которой знают все в Первомайском районе, но в официальной библиотеке ни в одной нет, то есть нам из личной библиотеки родственников передали, мы ее отсканировали, в муниципальных архивах, в архивах музеев, то есть хранятся, и получается, что два текста хранятся в личных архивах, то есть воспоминания Малиновского о моем личном архиве и воспоминания Харина Екатерины Романовны хранятся в семейном архиве, то есть ее сына. Мы тоже уже получили разрешение на публикацию, поэтому, вот, кстати, там была путаница, там было несколько копий, и поэтому первоначально мы вышли на музей, даже в одной из статьей чуть не написали, что хранится в музее, потом оказалось, что все-таки это копия, то есть первый экземпляр, оригинал хранится именно в семье. Ну вот, то, что касается неопубликованных, конечно, самое интересное представляет, самое интересное, это, конечно, неопубликованное, вот тут мы, Пелев Васильевна как раз представил, то есть вот эта тетрадь воспоминаний Юбина, он долгое время был сначала учителем, потом директором Ламаринской школы, затем директором Первомайской школы, то есть вот такая тетрадка, без номера, хранится в музее Первомайского района, ну то есть вот в таком виде, и мы даже, мы получили разрешение на публикацию, когда потом еще раз хотели, точнее, что все-таки пришлите нам какой-то инвентарный номер, нам нужно ссылаться, нам так и не ответили, потому что некогда там ситуация, ну то, что все-таки не могут ответить на вопрос, так закончилось у нас переписывание, вот затем, то есть вот неопубликованное, то есть вот текст Аликатерины Романовны Хариной, вообще стихотворной формы, я там немножечко об этом скажу, то есть это такая поэма она сама обозначила, то есть очень интересно, там тоже, по-моему, страниц 12 или 15, то есть вот из четырех неопубликованных текстов, то есть два, два писемных, два машинописных, то есть из них вот два стихотворной формы и два такой традиционной. Ну вот самые такие масштабные, вот в плане хронологии, в плане информативности, это, конечно, воспоминания Юбина, он берет три белорусские деревни, где проживали белорусы-католики и очень внимательно он сам из этих первых, из семи первых поселенцев, то есть очень много, очень информативно. Вот то, что касается опубликованных, вот еще хотела туда обратить внимание, что основная часть опубликованных, особенно те, которые были опубликованы, там, в 90-е, 2000-е годы, опубликованы на личные средства, либо на средства, то есть общественных организаций, вот работали на Коровой, за счет польского крупного центра была опубликована, а некоторые опубликованы на собственные. И просто сами пишут, еще стараются сохранить и донести. Значит, в выявленном 21-м тексте в фокусе оказались 16 населенных пунктов Товской области, то есть практически по всем районам, конечно, информативность очень разная, и есть совершенно уникальная ситуация, это деревня Ломовицка, я тут уже упоминала, Первомайского района, сейчас остался Ломовицк первый, но это несколько иное, да? Так вот, по этой деревне три персонажа этих текста, уж чем вот она, на эту почву, что люди так пишут, то есть это вот автобиографическая повесть Мина Михайловна Бабуль, Сергеевич Марьянин Гнунджи и Любина, вот воспоминания, то есть вот по одной деревне, поэтому даже Галина Васильевна написали статью исключительно вот по этой белорусской деревне на основе этих воспоминаний, то есть материалов было достаточно. В среде населенных пунктов, по сути, встречаются все характерные для Товской области, это приформенные, старожеческие, приформенные и спецпоселки. Сюжеты, то есть очень разнообразные, конечно, трудно каким-то образом было классифицировать, но это и история деревень, и переселения, и сведения о местах выхода, то есть опять же, в разном объеме, то есть, вот как я уже сказала, особенно много получилось только деревни Ломариста, по сути, вот прямо этнографический материал, то есть с нюансами. По жанру мы условно разделили на автобиографически-нарративно-семейные истории и истории сел, некоторые в самих названиях персональных текстах пытались подчеркнуть жанр, стиль, допустим, автобиографический очерк, то есть Михаила Поболь сама назвала так, или, допустим, вот Малиновский сам назвал свою работу «Были родные». То есть, как бы, название довольно хорошо отражает содержательную часть. То есть, где-то пытались уже сразу почерпнуть этническую специфику, то есть, это было в российской жизни там польских переселенцев или белорусских переселенцев. Нужно сказать, что при создании персональных текстов авторы проявляют действительно вот такой творческий подход. Есть издания, которые сопровождаются и фотографиями, то есть, и элементы диалога, то есть, яма там присутствует элемент художественного вымысла, то есть, допустим, на работе Селевича, потому что это объемная работа, то есть, там есть присутствует эти рекорды, но это не снижает вот того, что это, по сути, воспоминание. Допустим, вот в Малиновске стоят «Были, а родных» используют приемы писем, ну, то есть, вот как форма обращения, то есть, то он одному пишет письмо, то он другому пишет письмо, то есть, очень интересно, то есть, и разнообразно. Очень сильно разнится объем, то есть, от небольших заметок, ну, как я уже сказала, мы активно пользовались материалами с сайта «Северяки вольные или невольные», то есть, вы знаете, что объем некоторых, там, буквально два-три аксации, и он довольно внушительный. Допустим, есть воспоминания Горещикина, на Рымские были, то есть, интереснейшая работа по северу, по сараженческому населению, по взаимоотношению с коренным населением, там, с элементами, элементов встречи с депортированными, то есть, она около 300 страниц. Вот, то есть, очень разнообразно. Персональные тексты, по сути, вот в таком методологическом плане, позволили нам работать на трех уровнях, то есть, тема у нас «Этническая история домских деревень», по сути, мы изучали воспризму персональных текстов на уровне непосредственно деревень, когда мы реконструировали этническую историю, то есть, там, где, возможно, где был более такой обширный материал. Затем мы обращались к отдельным группам, то есть, как составной части, которая формирует этот этнический состав, то есть, получилось подепортированным, то есть, довольно хорошо подреформенным переселенцам, и на уровне конкретных семей, то есть, вот, через, сквозь призмолов, то есть, проблем этнической идентичности, потому что, вот, такие интересные моменты, вот у Галины Васильевны, в Новосибирске проходила конференция по этнической идентичности, и мы с ней задавали, то есть, вот она как раз задавала про сторожическое население, да, то есть, вот это вот, мы жили спокой веков, да, обязательно рядом коренное население, я больше про Преформина писала, то есть, там, обязательные маркеры, то есть, листовых, и тому подобное, оказалось, то есть, очень продуктивно. На следующий год мы планируем, вот, как я говорила, самое важное, самое интересное, то есть, те тексты, которые мы убили, то есть, у нас, по крайней мере, есть четыре выгодных, неопубликованных текстов, мы предполагаем их публикацию, ну, как она кажется, с сопровождением каким-то довольно серьезным убедением, вот, может быть, в ходе еще обнаружатся какие-то документы, и за текущий год так получилось, все динамично меняется, мы знаем, что ваш штайд активно пополняется новыми историями, и один из проектов сейчас, в котором мы тоже участвуем, с белорусской организацией, да, то есть, наши предки из Беларуси, да, то есть, у них тоже появляются вот те персональные тексты, которые будут потребованы. И просто, дабы вот завершить, то есть, так это, эмоционально, то есть, вот, я привела пример, вы и родные, то есть, несколько кусочек, а это вот, тоже, небольшой кусочек, это из, как она называлась, мафаэма, вот таких, нам, нахарин, да, отец и мать мои были, похвыстые Украина, и ехали сюда, или, может быть, плыли, ведь ходоки они были, как сказано, были, башкирии нашли, они места и земли плодородные, не только земли и леса, и всегда их природные, потом село, там родилось большое и красивое, честь Соломона называлась, а кто он был, бессильный я, по мере много жили там, а значит, без тепла, трухана, зажили, зажили, словно пулаки, не чувствуя разрухи, ну тут я пропущу, вот 33 год настал, когда нас растребали, сначала отобрали, все, потом уже сослали, я помню, все, как наявол, ведь 8 лет не было, как на подводах нас везли, вот детская, как сердце детское, а то же умерло, ну и потом все, вот как сюда привезли, как они основали вот эту деревню Демокеевку в Тегурдевском районе, как они здесь поселились, то есть, как они здесь жили, то есть, она заканчивает 91-м годом, и, судя по всему, у нее были планы еще что-то написать, да, то есть, она последняя строчка, то есть, поэма не окончена, но мы разговаривали с семьей, мы разговаривали с сыном, больше она ничего не написала, то есть, вот это была такая точка, которая все-таки поставила, и мы уже начали анализировать эту статью, как бы она очень хорошо вписывается в основу преодоления вот этого образа детей-спецпоселенцев, да, который нужно преодолеть, то есть, то есть, очень информативно на этом плане. То, чем мы занимаемся. У меня такой вопрос, вот вы, значит, получаете какую-то информацию, очень целую, вы выезжаете на место проживания этого человека, интересуетесь, насколько, насколько объективно может быть то, что написано у окружающих, или это вас не беспокоит? Знаете, да, нас не то, что он не совершенно не беспокоит, но вот эту задачу мы не ставим, то есть, мы, по сути, и задавали, то есть, проект у нас с тема был задан, да, то есть, вот, собственное видение, да, то есть, каким образом в самостоятельном тексте, то есть, от начала до конца, посвященном истории семьи или истории деревни, какое место занимает этнический маркер. Мы, то есть, как аналоги, сказали, насилие, то есть, много собираем болевой материал, когда мы ходим от одного человека к другому, мы собираем эту объективность, то есть, выстраиваем, то есть, верифицируем, верифицируем информацию, да, то есть, создаваем источник. Здесь мы пошли по другому пути, об этом, как оказалось, довольно много написано, попытаемся, мы хотим понять, вот, место этнической информации в свободно создаваемом тексте. То есть, и оказалось, что эта информация есть, она объективна. Допустим, вот то, с чего я начинал, то, что это все-таки показательный самый текст, то, что касается, вот были родных, да, по деревне Чесноки, мы нашли по хозяйственной книге, то есть, я собирала материал в том районе, да, то есть, мы, он указывает, там была украинская школа, он пишет, Пов был первый мой учитель, мудрый человек, говорит, не цурайся своей мовы, читал Пов буквально, ну и тому подобное, да. То есть, мы нашли сведения об этой школе, фамилию у учителя действительно Пов, ну, сразу написали Пов или Пов, да, вот, потом, то есть, по сути, верифицируется все очень конкретно, но вот как задача, допустим, реконструкция, там, так, если бы это была, допустим, реконструкция, там, этнической истории Чесноков, да, мы привлекли комплексные, да, то есть, мы берем акцент сквозь призму персонального текста, то есть, как он видит, потому что очень, вот, особенно в таких больших текстах, очень четко вот это вот сознание по реформе переселетов, да, то есть, вот их историческая память с местами выхода, да, то есть, как отправная точка, то есть, все начинается с переселения в Сибирь, то есть, до переселения в Сибирь не было ничего, начинается, да, и вот, то есть, по сути, даже сценарий развития вот таких, таких текстов, филологи этим занимаются, они используют не очень, ну, нам не очень понравилось, да, то есть, этот термин, мы как бы к нему обратились, там, в кавычках, они говорят, она именно литературе, вот. Так вот, сюжетное развитие, оно примерно одинаковое, допустим, если только касается реформенных текстов, да, то есть, будут примерно об одном, обязательно подчеркивается кундутрейгерская роль, да, переселенцев, то есть, вот, ничего здесь не было, приехали, все подняли, все освоили, то есть, вот, вот такие маркеры. То есть, это понятно, но субъективизм-то, наверное, очевиден каждому из авторов такого текста. Да, конечно, мы его знаем. Мы говорили о ветеране, что это очень ценное, и, положим, написала крестьянка или обычный человек, я подозреваю, что ветеран еще и партийный человек, как там насчет этничности, вот, вы знаете, в объективном контексте? Поскольку этничность в большей степени понимается, как такая этнографичность, так скажем, то есть, речь идет о том, что вот материал, который там есть, да, он, по-большому счету, такой этнографический, то есть, это листа выхода, да, то есть... Не взаимоотношения, а именно собственная история и русская история. Да, да, да. И общественная, понятно. Да, то есть, допустим, либо описание, вот, чего-то конкретного, либо, если описание чужого, то тоже через такие довольно, ну, вот, ну, пусть быть так, не очень дачный термин, ну, как, больше даже, какие-то этнографические, вот я вам приводила, например, в Лещихина, да, то есть, на Рымские были. Вот привезли... Да, 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 вот привезли депортированных, вот, привезли депортированных, то есть, сразу картинка, говорят на непонятном языке, гольфы там цветные, там, то все, по сути, этим заканчивается, то есть, никаких больше клише, то есть, там, чужие, не чужие, им, допустим, у него один из разделов, назван Балл, просто один из депортированных в своем доме решил провести праздник, он был литовец по национальности, он пел литовские песни, не более того, то есть, вот, в таком плане. Дело в том, что, знаете, оказывается, всему этому есть вот такое, то есть, этими текстами, оказывается, давно занимаются, новосибирские коллеги в это направлении довольно много сделали, и вот этот субъективизм, он сегодня не так тугает, то есть, если вот корректно все это определять, то, как бы, можно в этом направлении работать, очень интересно. Вот, насколько системно вы подходите к выявлению этих текстов, ну, другими словами, вы в начале пути ставите перед собой задачу, вот, мы будем выявлять вот там-та-тан-та-тан-та, в таких-то учреждениях, в таких-то, может быть, географических пунктах, там, всех советах, архивах и так далее, вы эту задачу ставили перед собой, вот эту систему устраивали? Да, ставили мы прежде, чем оборвали. То есть, слова можно? Мы, к моменту оборвения заявки, на руках у нас было три текста, вот, которые были основы. Дальше мы не знаем, может быть, допустим, этим было, все и ограничилось, да, то есть, и плюс опубликованная была на руках, да, то есть, воспоминания польских переселенцев. Мы сначала проработали, поскольку, собственно, на сельской местности не рисовала, то есть, а не городской, да, просто, мы проработали, ну, в сельской местности что? То есть, музеи и архивы. То есть, мы проработали все элитационные каталогии на предмет содержания там личных архивов. По всей территории Томской области? По всей территории Томской области, вот. Их оказалось не так много. То есть, личных архивов, как таково. Потом, поскольку личные архивы, как правило, содержат себе грамоты, там, ну, что-то такое-такое. То есть, мы созванивались, мы уточняли, есть ли что-то похожее вот на подобное. И этого оказывалось не так много. Вот мы, то есть, вот, то, что смогли начать. То есть, у нас, как поиск, даже где-то, вот, то есть, вот, как система настолько это была, потому что больше мы не знаем. Все остальное мы по каким-то посленным, то есть, на некоторые тексты выходили совершенно случайно. Вот, то, что касается текста Харины, вот это вот, вот, то, что я сейчас отряду зачитала, это действительно совершенно случайно. Мы в ходе разговора обсуждали совершенно другой сюжет по поводу в Зельянском районе, то есть, там, в музее и тому подобное. То есть, оказалось, что девочка-школьница когда-то в студенческой, там, и школьной конференции выступала с таким-то текстом. И вот потом уже вышли на Декрудетский музей, и оказалось, что там есть, и опять же, он не без номера, без всего. Нам сказали, да, есть, эти листочки где-то есть. Ни в каких каталогах это не было. Ничего не было. Ставили бы задачу перед собой окучить школьные музеи. Я так тому говорю, что в свое время очень широкое было такое поисковое движение школьников, школьных отрядов, которые по деревням буквально собирали информацию, концентрировали у себя в музее. Ну, мы сейчас даже на вопрос, если вы собираетесь продолжать вот это выявление. Выявление, вот, насколько нам хватит, вот, у нас еще один год, да, то есть, если говорить про работу в рамках гранта, то есть, планирую... Я могу вам попробовать дать накопку, насколько это серьезно. Это вот из... Ну, я, опять же, тоже случайное совершенно было, когда мы в свое время всем музеям были рецензентами рефератов, в основном это были активы музеев школьных и всяких там, училищ и так далее. Вот я помню, что у меня был как бы такой реферат, построенный, девочка писала о тексте, воспоминаниях. Мне кажется, что он примерно везет, потому что вас интересует. Ну, там вообще очень пудрявая была описана история про московскую, по-моему, студентку, которая, кто-то говорил на переписке, познакомилась с сибиряком, более посланникой из местных ростяков, получив все же образование, фамилия Зазоры. Потом он приезжает в Москву, она выходит за него замуж, припредит, как говорится, более родителей, они уезжают в Сибирь и работают здесь, сначала в одном месте, потом в другом. И об этом, я даже не скажу, кто писал текст, вот, я села, как я понимаю, в музее профтехучилища какого-то в Заянке. Фамилию Агалкова не вспомнила даже. Я немножко тогда... Ну, вот тогда у меня не дошли руки искать там концы в Заянке. Может быть, местный музей. Как я понимаю, фамилия там известна, потому что он там директор... Ну, вот в Заянском музее, то есть, точно, самого нет? Потому что мы ездили даже просто так. Это и нет, потому что это было против училища. Вот, регираты выступали тогда после идти про музеи против училища. Они регулярно тоже проводят какие-то такие... Ну, и мы раньше были все время рецензентами, да? То есть, на всякий случай, видите, на заметку. Ваши история, там были цитаты развернуты, описана вся эта лирика, приведены развернутые цитаты из некоего текста. То есть, какой-то текст, видимо, произошел с Васильевым. Все, коллегиеческие работы, извините, я не размечусь. Проходят ежегодно, а звуки организуются, это согласно Советам ветеранов, и в том числе ТОИПКРОП, и, действительно, у нас в инферензировании, я однократно принимал участие, когда был членом жюри, и электронные варианты, так сказать, этих книг, вот этих работ, школьных работ, есть в ТОИПКРОП, у Федорова, и часть этих материалов, которые я дал в члену жюри, я просто сам забирал электронные варианты, они у нас размещены на сайте Мемориального музея. Поэтому, вот это тоже один из источников, где можно поискать. Меня интересует такой вопрос, вот этнические составляющие, то есть Вы на них обращаете особое внимание, как этнографы, да? И здесь белорусские, акцентские, польские, а другие, то есть Вас интересуют? Абсолютно все интересуют, то есть, поскольку информации немного, у нас как бы не стояла задача на что-то конкретно, любые, то, что касается, вот я приводила, я так понимаю, что Вас интересует польская, да? То есть, Вы работали на... Чем то? Я говорю, не польская интересует, меня вообще интересуют все работы, связанные с 20 веком, которые так или иначе присутствуют компоненцией недобровольного переселения. Если Вы говорите о проекте «Сибиряки вольные, не вольные», то Мемориальный музей, который я представляю, есть сайт, он в первую очередь посвящен истории репрессированных народов, но там все переплетается вместе. И на нашем сайте, который сейчас разделит «Последний свидетель», на сегодня более уже около 300 рукописных работ, посвященных, связанных. Это небольшие работы, например, там, просто я могу сказать, что Константин Николаевич помнит на ангаду, работа Михаила Горбачева, которая публиковалась. Это целая книга, более 300 страниц, она имеет и этнографический аспект, и исторический, и какой-либо, причем написана очень талантливо. И подобных работ, я просто могу сказать, на нашем сайте вам могу подсказать не 12, а по крайней мере 40-50, связанных с этим нашим аспектом. И главный опыт, конечно, немецкий, то есть немецкие депортации, и даже ТВ-2 сделали проект от 20-й лет ученицы, где они наши материалы просто изучают, они их расцвечивали, так сказать, архивными документами или фотографиями, публикуют по сайте. То есть такие материалы есть. Я надеюсь, уверена, что мы найдем. Посмотрите, у нас интересуют именно деревни, да, то есть мы занимаемся сельским населением, поэтому мы... Ну, там можно выплачивать, что связано с деревней, если я посещаю с Голоком. Конечно, спасибо большое, спасибо, очень рады мою информацию. Мы привлекали, то есть, ну, ведь был всего год, и есть такие организационные моменты, результаты рано сообщили в июне, а мы, как раньше, должны были отчитаться, поэтому... Хорошо, спасибо, обязательно. Спасибо. Спасибо. Вот еще, может быть, и СМИ, и СМИ, и СМИ, и Музеи, и Школы, и Системы профтехообразования, особенно по районам. Там что-то такое вполне может быть. Потому что некоторые, понимаете, некоторые вот люди, которые публикуют на собственные деньги, у них есть, ну, как бы, желание это сохранить, да, то есть они даже передают библиотеку, часть и есть в Кушкинской библиотеке, а есть те, кто написали и оставили дома, ну, то есть, поэтому пытаемся разными, то есть кто-то действительно сдал на хранение и даже не думает там о судьбе этого текста. Я продолжаю делать вот этот вопрос свой. Мне кажется, было рационально просто написать письма и такую рассыпку сделать по школьным музеям, все-таки есть у них эти прислышники или нет, есть эти тексты или нет. По школьным музеям райцентров, прежде всего, поскольку те самые экстедиции школьников, можно я закончил? Те самые школьники экстедиции, которые были, ну, на примере Калпашевского района, они окучивали деревни и собирали все подряд под рубрикой «История деревьев». И там, фактически, история, может быть, в каких-то текстах присутствует. Это вот такое общее, мне кажется, по этому пути рационально было бы пройти. И еще сразу же такой вопрос. Вот из тех текстов, которые, чтобы меня не перебивали, из тех текстов, которые мы уже собрали, какие районы представлены в этих текстах. Деревни, населенные труды, сельские районы. Вон они, я вижу. То есть... Калпашевский есть, Карлосовский есть. Сколько районов там всего? Районов, по-моему, восемь. Восемь районов. Восемь районов. Восемь районов. Восемь районов. Восемь районов. Восемь районов. Ага, понятно. Спасибо. Есть такая организация управления системой дополнительного образования. Они с городской и областной. Наверное, в городской областной. Скорее, все-таки областной. Может, есть ровняться какие-то там в прошлое или подобные подряды. В моем случае это было именно по линии. Спасибо большое. Очень верный такой путь, который действительно вам поможет. Можно при школах? Вот тут... А, нет, не в этом. Надежда Михайловна Дмитриенко, я забыла, в 2000... В общем, где-то в 10-е годы. То есть они вырвали грант. Так вот, они собрали... У нее была аспирантка из сельхозинститута, сельскохозяйственного. Так вот, они тоже собрали вообще... И вот вышел вот такой сборник... Поменьше чуть-чуть. Да. Поменьше. Как мы жили. Как мы жили. Там, конечно, собраны все. Традиционно для этнологов. То есть, когда собраны... В том числе мы нашли там два текста. Два или три текста. Те, которые вот... Ребята выезжали. И пришли в дом, и оказалось, что там тексты. Ну, то есть, вот прямо, собственно, написаны. И вот, когда вот вы говорили как раз о додировке, получается, что эти тексты написаны были чуть ли там в 80-е или там 90-е годы. И все это время хранились. А потом, когда к ним пришли и спросили, они были, да, у нас, оказывается, в серванте вот уже что-то написанное есть. И тогда это опубликовали. Такое действительно есть, но вот попадает вот... В школьных музеях бывают еще многие, знаете, не тексты на тетрадочках, а это представленная информация... Ну, как, знаете, из-за газета. Какая из-за газета, на ней, значит, вот тоже рисуночки, где какие деревни, кто там жил, кто там, что-то такое. Вот в Чаинском районе есть или... В принципе, до такого же информации... Да, по Чаинскому району. Ну, мы как-то... Это тот рисунок в школьных музеях? Да, да. То есть мы как бы вот... Так вот, более традиционные такие вот воспоминания, да? То есть... Так забрали. Хотя, ну, действительно, это... Ну, кто-то снической историей карьеры? Ну, Виктор, вы еще знаете о том, что для Михаила Валентина со своей командой грант российско-немецкого дома, когда они проводили обследование, ну, трех районов, Криношельская район, Криношельская район, Криношельская район... Да, я знаю. Видите, они как раз собирают дело. То есть нас интересует... А вас уже, так сказать, интересует... Да, нас то, что... Да, то, что написали. Например, мы до этого, в этом ключе и работали, но вот сейчас решили... Вот, действительно, применим больше антропологический такой подход и пойти вот за... за писателем, да? То, что уже написано. И оказалось, что простые, это часто же говорят, маленькие люди, да? То есть кто пишет воспоминания, да? То есть человек там со статусом, с именем, да? На каком-то значимом событии. Нет, оказывается, маленькие простые тоже что-то могут написать, да? Да, да. И очень интересную... А при анализе, клинический подход, насколько отходно вас не очень интересует степень достоверности и так далее? То есть вот углубленно вы этим занимаетесь? Только фиксируете эти тексты? А ты об этом что-то, например, когда я читала Борищихина, вот эту вот книжку, то фантазий там достаточно. Хотя интересно. Нет, вы знаете, ну... Мы все-таки занимаемся наукой, наверное, вряд ли нас бы публиковали, то есть, допустим, одна из статьями в журнале достаточно высокого уровня, то есть вряд ли, наверное, просто фантазия. То есть есть методология изучения подобных текстов. То есть мы не просто из Борищихина делаем цитаты, то есть... Есть методология работы с этими текстами. Мы с ней ознакомились. Четкая позиция о том, что подобный подход субъективное, то есть это видение автора, то есть точно так же у него не объективные могут быть по хозяйственной книге, при заполнении... То есть при проведении источниковического анализа все историки, вы сами знаете, что мы к любому можем, да? То есть мы приводим достаточные аргументы, чтобы обосновать. И того же самого Борищихина, то есть мы его используем. То есть мы используем его в изучении того, на что обращает внимание человек при первом знакомстве с другой культурой. Вопрос, то есть как это он увидел, да, то есть в совершательном плане – это другое дело. Но в любой серьезной аналогической литературе написано, что внешний вид и язык – это ключевые маркеры формирования другого. Пожалуйста, открываем милищики, им так написано, а не говорили на другом языке. Мы переводим тезисы серьезных книг. Я не могу понять, потому что, я понимаю, что с этого консинация оборотов. Как мы начали, то есть мы взяли с драма поддержанного фондом, то есть мы занимаемся наукой, но он специфичен такой наукой. По сути, просто фокус несколько иной, да, мы не занимаемся реконструкцией этнической истории по этим текстам. Мы занимаемся вот тем образом, который выстраивает автор, да, реконструкцией образа авторского, да, от того самого рядового, да, обывателя, который представляет каким-то образом эту этническую историю. Просто немножечко другой акцент. Поскольку мы в логе собирали много главы в этот графический материал, мы прекрасно к нему относимся, да, но вместе с тем, допустим, сколько, допустим, мы слушаем критики о том, как это формируемый источник, мы приходим с анкетой, у нас есть наборы, спрашиваем, а вы точно обратили внимание там, что он на другом языке разговаривает, а вы точно там кто-то, кто-то, то есть, и к этому есть вопросы. То есть, так и здесь, то есть, люди сами видят, то есть, вот мне, конечно, поскольку это первый текст, да, то есть, Мулиновского, то есть, там есть уникальные материалы для того, чтобы понять, каким образом происходило, вот как, как она из чужой становилась своей. То есть, сначала он начинает, Украина моя ненга, родной ты мой край, он пишет об Украине, да, то есть, вот. Потом, хохлы красиво пели про леса, долины, чесноки, вот эта деревня, казались им частью Украины. Что произошло? В одну страницу разрыв, да, то есть, получается, ну, то есть, вот сам механизм. Деревню построили родители? Построили. Дедей родили? Родили. Все, новое место можно считать новой родиной. И все, и уже воспевали чесноки. А в конце он, по сути, плачет, да, то есть, нет, теперь села такого, все разорено, да, то есть, вот, утратил эту родину. Вы понимаете, мы ни в каких других источниках, то есть, ни в по-хозяйственных книгах, ни даже, то есть, в, то есть, там, простистилистические, вообще еще какие-то, да, то есть, вот это вот, его видение, то есть, человека, ну, уже, судя по всему, в возрасте, да, то есть, вот он эмоционально выросил это очень емко, да, то есть, вот, как оно переливается, вот, из одного пространства переходит другое. То есть, вот, ну, иногда, если бы нужно, вот, как-то вот на такие моменты обращать внимание, вот, они нас заинтересовали, вот, 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 это целый материологический подход. Да, я, как-то, извините, никогда, что вначале рассказала. То есть, вот, поэтому, как-то вот, там мало, но если уж это, как бы, вот, выражено, да, то есть, особенно, вот, если каких-то эмоционально, да, то это дает вас уникально быть, я, вот, для понимания механизмов, то есть, и адаптации, и там, и взаимодействия, и, вот, вот, вопрос. Спасибо. Я просто хотел бы поддержать, потому что действительно очень много субъектива. Я даже на примере то, что вы уже представляете, в частности, я знаю, как и автора Раиса Михайловна Нагула, которая писала о семье, есть польское общество издание, где все это делалось на моих глазах. Я помню, что она знала вообще и что потом она сочинила. Единственное, что она знала, что ее предок был по фамилии Воевода. Выслал он был из Польши за какие-то там прегрешения. А дальше, так сказать, она столько навернула, столько накрутилась, какие... Мы как раз, допустим, анализируем ее работу, так и пишем, что автор, кроме того, что имеется один-единственный документ, подтверждающий принадлежность, по сути, вся эротическая тетичность рассыпается. Поэтому больше ничего мы за ее текста не взяли. Но работа озаглавлена громко, потому что у человека обосперенное эротическое самознание, в истории семьи польских президентов, там нет ни одной, ни одного маркера польского, ни одного. Это называется явление «моё личное, глубоко объективное». Поэтому вот мы таким образом... Вот это субъективное, оно, то есть, как бы, сегодня цикокатегория, то есть, оно собственное видение. То есть, мы на то и разбираемся, то есть, бурочканяем оттуда. Очень часто такая категория, как этническая эротичность, на ряде субъективных факторов, да? Да, просто на самознание, как одном из основных речевых одной категории, да? Можно еще несколько моментов уточнить, потому что мы как-то друг друга убеждаем, что мы в этих источниках, и не очень понятно, зачем, вроде бы. И одна сторона против этого не угрожает, и вторая сторона полностью с этим согласна. Правильно ли я услышал, что тот корпус материалов, который опубликован или в рамках проекта «Сибиряки вольные и невольные», и в рамках портала Василия Антоновича, он не входил в круг вашего анализа, да? Либо входил? Входил, потому что касается Галина Васильевна, это уже в второй части. Просто презентарем же. Не подчиняю, но так получилось, что мы перешли. Собственно, в рамках проекта, у нас Татьяна Александровна, руководитель проекта, это ее научная направленность. Просто я не знал, что будет стать в честь и поедем. Выступаю в качестве исполнителя, помощника, можно сказать. И, по сути, одной из задач, которой я занималась, был как раз-таки поиск такого вот отец, такого интернет-пространства. И на самом деле, имя было очень ограничено. И вот тот ресурс, к которому мы действительно обратились, и вот в большей степени нам дал материалов, это вот как раз-таки проект «Сибиряки вольные и невольные». Массив огромен. Мы, конечно, когда писали, собственно, заявку на получение этого гранта, конечно, обозначили, что буквально по ключевому слову, воспоминания, количество, обнаружили огромное количество текстов, задали это количество, как материал для анализа, а в результате оказалось, ну, это на конец 2008 года, сегодня нам Татьяна Юрьевна Назаренко сказала, что еще появились тексты, да? Тогда мы обнаружили шесть именно... Восемнадцатого, в результате, в восемнадцатого. Восемнадцатого, я же сказала, в восемнадцатого, конечно, прошу прощения, шесть персональных текстов. Именно персональных, да? Масса интервью, масса, да, другого рода материалов, которые у нас в рамках этого проекта, только вот локально узко, да, этого темы, этого проекта, тогда не заинтересовали. И, кроме того, конечно, вот я фамилию привела, да, авторов этих текстов. Собственно, на какие-то вещи, но я не буду здесь останавливаться подробно, мы вот случайно совершенно... Эти тексты случайно находили, например, сайт Уральского провинциального издательства, да, размещенные воспоминания Ситниковой о том, в поселке Тимофеев, категория детского района. Но, собственно, она пишет о том, что в 32-м году после расплачивания семья была осознана, да, в наши края. И, по сути, затем они в 50-е годы возвращаются в Ашкирию, и уже вот, будучи, конечно, жительницей совершенно не нашего региона, она эти воспоминания пишет. И поэтому вот на таком сайте, на таком ресурсе ее воспоминания опубликованы, но они вот оказались как раз-таки в Томской области, да. Что касается других ресурсов, вот я так для себя обозначила в большей степени, да, плана 2019 год, мы, конечно, знаем об очень многих ресурсах, и я их, конечно, не перечислила все, но вот ключевые, к которым, ну, они из, да, к которым мы хотим обратиться. И вот сегодня мы услышали еще, хотя у нас ссылочки через как раз-таки сайт «Сибирьки вольные и невольные» и через сайт «НК Беларусь» в Томской области мы выходили и на портал вашего музея, вот. И, конечно, мы с этим будем работать. У меня просто времени мало, я уже не буду подробнее останавливаться. Татьяна Александровна о каких-то ключевых моментах уже говорила. Что касается, вот, чтобы какая-то обратная связь была, да, наверное, «Сибирьки вольные и невольные», здесь я разместила тексты, ну, уже в более подробном написании, которые вели в основу наших публикаций. И по поводу информативности, безусловно, эти тексты отличаются от воспоминаний, публикованных в 300 страниц, например, да, но я очень хотела бы, допустим, остановиться на каких-то, вот на одном из текстов, например, воспоминания Таисии Дмитриевны Соколовик, которые опубликовала Лена Ивановна Даровенчик. И я вот просто для себя выделяла при анализе этого текста вот те самые маркеры, да, связанные с этнической идентичностью. Текст на две странички оказался. В конечном итоге я себе скопировала, и я всего-то вот два-три сюжета, скриншот сделала, на самом деле, очень много, начиная от того, что моя бабушка Остячка, да, а потом первые русские молчаны были такие-то. Ну, и здесь очень-очень такие подробные этнографические зарисовки, начиная вот от кладбищ, да, о том традиционных занятиях, о том, как проводили праздновремя, да, и так далее. Ну вот, Остяки, да, я буквально выдержу. Теперь, смотрите, еще один кусочек. Молчаны проживали. Остяки, поляки, украинцы, белорусы, татары, чуваши, евреи, цыгане и прочие, да. Понятно, вот, на самом деле, это, конечно, если бы мы занимались реконструкцией этнической истории, мы пошли по хозяйственным книгам, да, там, и так далее. Но вот в этом тексте оказалось важным, да, это в других, это действительно там один-два маркера, и все. Далее тоже кусочек ниже. Перечисляются фамилии, да, вот супруг еврей, жена Просковья русская, да, Мазурькевич по национальности еврей занимался тем-то, жена Олимпиады была белорусской. И на самом деле очень много, смотрите, украинка, белорус, цыганка, украинец, цыганка и так далее, да, буквально кто в каком доме, какие семьи, кто по национальности супруг. И вот, пожалуйста, вот выводим смешанных семей, да, буквально.